Девушки отдыхают 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 Ну, мне нравится. Это мое. Лучше, чем в городе? Лучше. Чем лучше? Чем лучше? Ну, все свое. Тишина, спокойствие. Нету суеты. В городе тоже нелегко. Нужно заработать тоже денег. Везде нелегко. Деревне хорошо. Поэтому мне нравится. Но никаких тебе маникюров? Да, ничего. Ну, ничего. Натуральный, естественный цвет – это лучше лица, чем накрашенная шикатурка. Ну, я считаю так. Это наша мультиварка. Мультиварка? Да. И что же в ней варится? Ну, пока варю. Собачку кушать. То есть у вас три коровки? Или как это? Три теленка? Три теленка. А коровка? Четыре. Ну, они на поле. Я хотя вышла замуж, переехала жить в Славгород, но все равно мечтала быть в деревне. С хозяйством. Мы выросли, у нас семья большая, у нас хозяйство было всегда. Я к этому привыкла с рождения. Поэтому мы всегда вот занимались своим хозяйством, и мне нравится. Так, мы следующие, да? Миша. Они попривыкли, они у меня хорошенькие. Все, пойдем на место. Пойдем на место, Миша. Пошли на место. Миша, пошли на место. Бусина, пошли на место. Миша, ходи на место, пошли. Миша, пошли. Все. Каждый деревень хорошо, каждый по-своему прекрасно. А где кто привыкает? Вы уже привыкли? Привыкла. Привыкла я уже, ну вот год живу здесь, я уже привыкла. Мне нравится. Тихо, спокойно. И нету таких вот людей, что были так, ну... Все вроде бы хорошие, мне все нравятся. Что вы пожелаете всем этим людям? И себе тоже. Здоровья, терпения. На наше время нужно очень много здоровья и терпения на все. Ну, а что еще? Богатство – это не главное. Главное было, чтобы здоровье. Главное было, чтобы здоровье. Самое первое – это нужно желание. Без желания ничего не получится. Во-вторых, нужны коровки. Ну, а потом уже молочко и варим сыр. Хотите, чтобы я сварила? Идемте, идемте. Проходите. Вот у нас в горлачке молоко. Мы наливаем в кастрюлю. Ну, я сделала небольшое количество молока. Тут литра два, наверное, не больше, чтобы нам побыстрее это все. Вы делаете это все так, как делали ваши бабушки? Да, бабушка варила, а потом и мама, да. И когда я уже вышла замуж, мне родители сразу подарили коровку. Сказали, вот, доча, пожалуйста, работай. И вот я с тех пор… Ну, мы только для себя варили так немножко. А уже вот когда лето, лет 7, когда начались вот эти у нас проекты, мы вышли уже на рынок. Вот наша творожная масса. Мы любим сыр. Дети любят, да, внуки вообще любят. Ну, внуки в основном сладкие им, давай, с цукатами. Ну, а так все едим, конечно, с чаем. Особенно зимой очень хорошо сыр идет. А вот с шесноком, укропом, когда салаты делаю, я постоянно добавляю свой сыр. Он совсем такой вкус становится, салатом, помидором особенно. Как вкусно. И вот наш сырок. Значит, 2 литра молока, ложка столовая? Да. Столовая соли. Да. И 3 ложки уксуса. Да. И, в принципе, поварил, и дальше, и все получится. Конечно. У меня получится? У меня получится получится? Получится только с домашнего молока. С магазинного вы не сварите сыр. Почему же? Потому что не такое молоко. Здесь же молоко сразу мы подоили, все, там ничего не выбрано. А это же уже сливки снятые, то совсем другое молоко, постерилизованное. С него никак не сварите вы сыр. То есть начинать все-таки надо с коровки? Да, да, да. У меня уже были люди, приезжают тоже так вот. Ой, почему у нас не получилось? Я в магазине купила молоко и попробовала варить. Не получилось сейчас. Ну не получится с магазинного. Конечно, самое главное, чтобы было где работать людям, производство. Здесь недалеко, в соседней деревне Гайшин, у нас пилорамка есть. В соседней деревне Чучуровка тоже есть пилорама, частные пилорамы. Там мужчины трудоспособного возраста все работают. Ну а женщины дома по хозяйству. Есть семьи даже, которые из города к нам приехали, с районного центра. Деревня рядом, 5 километров. Поэтому здесь покупают домики, заводят хозяйство и живут. Детки есть. Деревня не стареющая, должен сказать. Вот уже на протяжении нескольких лет, 5-7 лет, количество жителей остается прежним. 155-157. Не стареет деревня. Деревня живет, деревня развивается. Деревня живет, деревня живет. Деревня живет, деревня живет. Бабуль, бабуль, куда же? Деревня живет, деревня живет. Матя! Матя, снял. Красивый барон. А ты что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Белоруссия, это и есть Белоруссия. Я жила, наверное, в России совсем другие люди. Да, белорусские люди, они самые, кажется, добрые. Потому что, не знаю, вот отзывчивые такие, помогут всегда. Ну, не знаю. Родина, одним словом. На родине всегда хорошо. Сейчас мы с вами будем готовить сыр сулугуни. Сырное зерно с утра уже у нас сделано. Мы режем его на квадратики. Одеваем рукавички. Вода очень горячая. Чтобы сыр начал плавиться, воду нагреваем 65-70 градусов. И начинаем колдовать. Вот видите, у нас что получилось с наших кубиков. У нас получился вот пластилин. Вот это вот занятие я очень люблю. У меня дома натуральные продукты. И мои вообще от сыра обалдеют. И дети, и... И вы сами? А, я вообще сыроед. Мне его покажи на хлеб. Скажи, что это сыр, я его есть буду. Я сыр люблю до ужаса. Вы не представляете, как. Ну и плюс, конечно же, это доход в семью очень хороший. Потому что детям надо помогать. Вот. То есть бизнес растет и развивается. Да, да. Потому что вот две коровки уже мало. Растим третью. Ну, здесь все мое детство. Есть очень любимые места. Да, то есть всех людей знаю. То есть, ну, нравится здесь. И семья здесь. Возможно, через много-много лет это станет такой же всеми забытой деревней. Но как-то такая внутренняя гармония будет здесь царить. И люди, которые будут останутся здесь жить, у них будет все хорошо. Музыка. 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 Музыка.